Автомоделизм относится к тем видам спорта, где важно скорее не само выступление, а подготовка. Причем ставка здесь идет больше на инженерную мысль участника, нежели его физические данные. Перед началом сезона спортсмены проводят немало часов в слесарных мастерских, проектируя и собирая все более совершенные машины. Именно от этих технических показателей и зависит успех на соревнованиях. В домах нет в условиях невозможно. Надо иметь саночное оборудование. То есть это надо где-то в мастерской, в лаборатории, где есть токарный, фрезерный станок как минимум, шлифовальный, термопечь. В домашних ходах на коленках невозможно. Так же, как и в настоящем автомобильном спорте, где есть такие категории, как «Формула-1» или, к примеру, «Ралли», моделизм имеет свои квалификационные разделы. Они зависят прежде всего от основных показателей – карта массы, объема двигателя и запаса хода. Одно из самых зрелищных направлений – кордовое. Рассчитано на то, чтобы за 8 кругов показать максимальную скорость. В автомодельном спорте вообще несколько направлений. Это кордовые скоростные модели, радиоуправляемые и трассовые модели. На сегодняшний день в Брянске представлен кордовое направление. Проводится Кубок России и Гран-при России, международные соревнования в классе кордовых моделей. Данный вид модели представляет собой скоростные болиды, такие, на которых устанавливаются двигатели от 1,5 до 10 кубических сантиметров и развивают скорость, соответственно, до 330 км в час. Брянск уже не первый раз принимает у себя соревнования столь высокого уровня. Уже не раз к нам в город приезжали участники не только из России, но еще и ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Эстонии, Латвии, Новой Зеландии и Австралии. Но вот только если за рубежом автомобилизм поставлен, что называется, на поток, у нас в стране он держится в основном на энтузиазме. Хотя и здесь ситуация складывается по-разному. К слову, Брянск имеет одну из самых сильных школ подготовки, а еще трассу международного уровня. Этот автодром в начале сезона не был готов к приему участников соревнований, поэтому к нам обратилась администрация области помочь привезти материальную базу Дворца культуры, Дворца детско-юнского Дворца Гагарина в надлежащее состояние. И мы общими усилиями за очень короткий срок привели к автодром в надлежащее состояние. В этот раз в Брянск прибыло более 10 команд из 11 регионов России и Украины. При этом некоторые участники из Эстонии и Латвии, а также нескольких других областей страны запланировали приезд только во второй день заезда. Здесь, как и везде, наверное, кто хочет, ищет возможности, поэтому принципиально непреодолимого нет. И, конечно, затраты тут все равно есть, как и в любом виде спорта, но это не Формула-1, конечно, тут не миллионы. Поэтому самое главное – желание этим заниматься, возможности всегда найдутся. Всего программа соревнований рассчитана на три дня, в первой из которых состоялось заседание мандатной комиссии. В оставшееся же время прошли заезды в индивидуальном и командном зачетах. Виталий Угримов, Евгений Седачев. События. Брянск.